В своих книгах ты анализировал и самого Сталина, и деятельность Сталина. Скажи, пожалуйста, почему Сталин так любил убивать, на твой взгляд? Ой, ну это нужно было, конечно, задавать вопрос товарищу Сталину, но с другой стороны... Но типаж-то понятен? Типаж понятен, да. Да. Вообще, если почитать некоторые мои малохудожественные произведения о Сталине, то там звучит в некоторых местах даже восхищение. Урка, ну, понимаешь, как мы с тобой восхищаемся, вот идет уссурийский тигр. Красив. Красивый. Вот, понимаешь, вот анакондой не очень вот так она... Годливое впечатление. Да, 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 да. А я родом с Дальнего Востока, вот хотя и украинец, но там украинцы тоже живут. Вы знаете, там, знаешь, вообще села были... Чисто украинские. Да, да, чисто украинские. И даже с такими названиями Полтава. Я не из этих, мой отец просто там служил бы, угораздило меня там родиться. И вот там уссурийский тигр. Я никогда не видел, только в фильмах, но они там жили все-таки. Это же роскошный такой зверь. Это мудрый зверь с такими коготками. Вот, то есть, к Сталину у меня такое отношение, что умные люди... Здесь вот умные дураки. Сейчас в своей новой книге «Основы шпионажа» я говорю о том, как шел отбор в военную разведку. Я не говорю про ГБ. Что самое первое, что старались уловить – наличие или отсутствие юмора. Ибо вот дурак, все завалил, все экзамены, а юмор присутствует. И это говорило о том, что это все-таки умный человек. И с другой стороны, вот все правильно. Я таких, и ты таких встречал в школе. Вот у меня друг, вот он, он все полностью правильный. Он отличник. Мне с ним никак не равняться. Он отличник. Но юмора не понимает. Ага. Зараза. Вот. А в конце концов, оказывается дураком все-таки. Вот. И за советскую власть он там... И глаза горят. И глаза горят. Ага.